Во многих мировых культурах принято считать тень проявлением чего-то загадочного, таинственного. Славяне полагали, что тень человека – его темное второе «я», которое может отделяться от своего «хозяина» и существовать автономно. Ирландцы уверены, что если наступить на тень человека, значит принести ему несчастье. Пока сочинение легенды примет продолжается, в Питере решили рассказать и показать всем желающим, что игра теней – благодатный материал для создания художественных образов, картин, причудливых инсталляций. Музей теней СПБ стал настоящим художественным открытием не только для россиян, но и для зарубежных туристов, сетающих себя искушенными знатоками культурного мирового пространства. Все началось с художественного изумления и желания создать нечто подобное собственными возможностями. Два выпускника факультета свободных искусств местного университета – Юлия Метельская и Роман Генцельт – однажды в интернете увидели необычную и поразившую их картинку, небольшая странного вида конструкция отображалась на стене великолепной картиной, образованной из собственной тени. Молодым людям художество показалось интересным и очень занимательным, в плане развития творческого воображения и тренировки ума. Энтузиасты быстро принялись за работу, нашли и арендовали небольшое помещение в центре города, начали собирать экспонаты. И тут им пришлось столкнуться с неожиданной сложностью, в России до них никто этим не занимался, искусство теней никогда не являлось объектом пристального интереса творческих людей. Пришла идея обратиться к зарубежному опыту, поискать мастеров стиля шеду-арт, искусство наброска тени, в других странах. Творчество в стиле «Искусство теней» – так можно перевести название – в последние годы быстро растет на Западе. Зарубежным ценителям искусства уже были хорошо известны завораживающие творения Пола Пакотта, Куми Ямашита, творческого дуэта Тима Наубла и Сью Вепстера. Однако российским пионерам этого творчества захотелось создать собственные экспонаты. На заметку. Питерский музей теней получился атмосферным творческим местом, где можно сделать фотографии, посидеть за чашкой чая или кофе, лично приобщиться к искусству теней. Он удачно вписался в большую компанию больших государственных музеев города, расположенных неподалеку «Эрмитажа» Русского музея. Музей кукол в Санкт-Петербурге – новый музей, первый не только в России, но и в Европе, столь оригинально воплотивший новаторский взгляд на город дух молодых, но очень творчески одаренных людей. Отличительными особенностями музея можно назвать уникальность и неповторимость, нестандартное восприятие города, интереснейшие экспонаты в авторском исполнении, великолепную получасовую экскурсию, возможность воплощения личных фантазий, воспользовавшись музейной, творческой кухней, неожиданные, но потрясающие сувениры на память. Музей теней – всего несколько небольших комнат, совершенно не похожих на музейные залы. Интересная деталь – это одно из музейных собраний, по которому гораздо интереснее бродить в сопровождении экскурсовода, чем осматривать каждый экспонат самостоятельно, настолько уникально подобран материал и составлены пояснения. Посетителям предстоит не только впечатляться оригинальными теневыми картинами, но и создать собственный шедевр в модерновском художественном стиле shadow art. Экскурсия чаще всего проходит в форме «вопрос-ответ», гид постоянно вовлекает в творческий процесс, будет воображение, показывает, как из подручных, порой весьма примитивных, предметов можно сотворить произведение искусства. Рассказ экскурсовода заканчивается, и начинается самое интересное, каждый желающий может побывать в тайной комнате и пообщаться со своей тенью в самых разных ракурсах. Обратите внимание, музейная экскурсия – это своеобразное увлекательное путешествие по блистательному и загадочному Санкт-Петербургу. Ее можно послушать не только на русском, но и на английском языке. Музей Штеглица Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга Н.В. Гоголя, Петра I, очертания Петропавловской крепости словно вырастают из ничего, как в свое время на месте непроходимых болот появился Петербург. Пушкинский портрет создают переплетение тонкой проволоки и мелких пружинок, они удачно имитируют прическу поэта. Исходный предмет весьма напоминает фигуру древнего динозавра, однако направление светового луча превращает проволочно-пружинное чудовище в хрестоматийный портрет гения русской литературы. Интересно, портрет великого поэта символически связывает музей тени и легендарную квартиру на Мойке, 12. На карте города их можно соединить прямой линией. Для создания портретов первого российского императора и автора мистических петербургских повестей, выбраны обыкновенные зубочистки, но как точно выбрано направление освещения. Автору мастерски удалось не только нарисовать тени великих людей, но и передать характер каждого персонажа. При входе посетители оплачивают свой визит, приобретая входные билеты, дети дошкольного возраста, бесплатно. Семейный, два взрослых с детьми, 800 рублей. Одиночный или с друзьями, 350 рублей. Льготный, школьники, студенты, пенсионеры, 250 рублей. Музей Лего в Санкт-Петербурге оплатив вход, за время пребывания экскурсант может посетить творческое мини-кафе, осмотреть экспозицию, побывать в комнате с цветными тенями, создать собственную композицию, посетить «волшебную» комнату и запечатлеть на память собственную тень. Важно, в музее теней придумали замечательную возможность подарить свое искусство любому горожанину или гостю Санкт-Петербурга, выпустив стильные подарочные сертификаты на посещение коллекции. Стоимость подарочных сертификатов – 400 рублей. На одну персону – 600 рублей. На двоих – 900 рублей. На троих – 1200 рублей. Для четырех чел. Еще одно новшество для музейного собрания – билеты в рассрочку. Заказ производится в онлайн-режиме, стоимость входного билета – от 295 рублей. Условия приобретения максимально комфортны, договор не заключается. Время на одобрение заявки – не более 10 секунд. Рассрочка предоставляется на 3 месяца. Процент за пользование услугой – 0,2% ежесуточно. Оплата производится один раз в 14 дней. Обратите внимание. Приобрести входной билет можно по наличному или безналичному расчету, оплатить карточкой. Музей теней расположен в центре СПБ. По адресу «Большая конюшенная» 5, литра А, сход во двор подарку. Удобнее всего доехать до музея на метро, до станции «Невский проспект», выход на канал Грибоедова. От нее до музея тени – 600 метров немного дальше, в 700 метрах, расположена станция «Адмиралтейская» и самая дальняя – гостиный двор, почти 900 метров. Возле здания имеется вместительная парковка. Shadow Museum открыт с 11 часов до 22 часов ежедневно. Начало экскурсии – каждые полчаса, начиная с открытия музея – 11 часов, 11 часов 30 минут, 12 часов и т.д. Последняя экскурсия начинается в 21 час 30 минут. Контактный телефон для обратной связи – плюс 7, 981, 149, 54, 09. Официальный сайт. Посещение музея никого не оставляет равнодушным, там приятно находится. Многочисленные восторженные отзывы свидетельствуют о том, что организаторы не только достигли поставленной цели показать и рассказать о своем легендарном городе с помощью искусства игры теней, но и дали многим людям возможность открыться для новых способностей, расшевелить эмоции, взглянуть на привычное и обыденное новым взглядом. Звездочка указанные цены актуальны на август 2018 года.